Субтитры сделал DimaTorzok В городе Жуковском, Московской области, я так понимаю, там заказ сделали на эти колокола, но они получаются именные для нашей церкви, именно Дмитрия Солонского. Закрытая в советские годы почти 100 лет церковь была в запустении и разрушалась. Пятиглавый Дмитриевский храм был открыт после реставрации в 2014 году. Возрождение долгожданное, но не первое в истории святой обители. Изначально храм был деревянный, но в 1718 году произошел пожар, храм сгорел от попадания молнии. И крестьяне подают челобитную архиепископу Варнове, прося разрешения о строительстве нового храма. Он, конечно, дал такое разрешение, но строить велено было каменный и к нему колоколинку. Строительство этого храма началось в 1726 году. Участие в строительстве храма принимал юный Михаил Ломоносов, а его отец собирал деньги на строительство церкви. Теперь уже на восстановление колокольни средства искали потомки Великого Помора всем миром. Сбор средств мы начали в июне 2016 года с благословения нашего священника. И в течение года мы насобирали вот эту сумму. Собирали как в селе Ломоносово все, так и помогали нам и из других окрестных городов, и даже из Москвы, и из-за рубежа. Сейчас у опекунов храма и духовенства другая забота, как обустроить систему отопления. Из-за ее отсутствия службы проводятся только летом, а паломники едут круглый год. Пусть пока не в теплый храм, но с теплом в душе. Артемий Заварзин, Денис Линчевский, Архангельское телевидение, Холмогурский район.